Участников, быть может, собралось не так много, как ожидалось, зато болельщиков аж 200 человек. Евгений Дуки возвращался с рыбалки с другом. Оба, не раздумывая, решили проверить себя и своих вороных на дистанции. Доволен тем, что просто хорошо проехал. Я владею всеми видами транспорта, кроме вертолетного. У меня есть машина, есть лодка, которой я владею более 50 лет. Снегоход тоже уже много лет. Для меня это просто разгрузка. Для кого разгрузка, для кого реальная возможность посоревноваться. В зависимости от мощности двигателей снегоходов, а представлена техника от 500 до 900 кубических сантиметров, организовано несколько заездов. Чемпион определяется в каждом из них. В своем классе Александр Золотухин победил не только за счет опыта, но и благодаря поддержке своей семьи. В целом все понравилось. Очень рада, что папа выиграл. Смотреть приятно на каму, на пейзажи, ну и следить за азартом своих мужей. Мы кричали, стоя прямо на площадке, где находились болельщики. Но не знаю, слышал нас ли папа или не слышал. А папа слышал? Конечно. Только их и слышал. Данные соревнования, это адреналин, это чисто мужской такой вид спорта, отдыха. Ну вообще советую всем заниматься рыбалкой, охотой. Ну а в том, что снегоход поистине мужской транспорт, мы решили убедиться на личном примере. Морозный ветер в лицо и ни с чем не сравнимое ощущение полета. Что? Ощущения фантастические. Езда на снегоходе – это отличное дело, но с дела настоящих мужчин. Кстати, среди организаторов состязаний – учебный центр «Восвод», местное отделение партии «Единая Россия», компания «Уралкали» и «ГИМС», спортивный клуб «Велосфера» поддержали соревнования и депутаты городской думы Дмитрий Дингес и Вальтер Пельц. Мы берем примеры с предприятий, которые ведут социально значимую политику, поддерживают все проекты, какие у нас есть. Ну и мы стараемся также точно не отставать и темно мы со временем, и поддерживать всех, кто занимается здоровым образом жизни. Кроме скоростных заездов, участникам предложили ответить на вопросы тестов и посоревноваться в фигурном вождении. По словам организаторов, год от года профессионализм владельцев снегоходной техники растет. И видно, что люди подготовлены, что могут управлять они техникой и есть желание участвовать в таких соревнованиях. Также хотелось бы выразить вообще большое, очень огромное спасибо. Это самоходная мототехника, которую люди делают самостоятельно из подручных средств и выводят на эти соревнования, показывают эту технику, чтобы наше младшее поколение уже смотрело, видело и к чему-то стремилось. А еще все участники и организаторы как один признались, что свои победы, достижения, а где-то и рискованные маневры, всецело посвящают женщинам. Ведь соревнования прошли накануне 8 марта. Имена победителей и призеров вы видите на своих экранах. Алексей Запутряев, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ. Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.